Приветствую вас, друзья мои! Мы вновь с вами в городке Орвието. Как вы думаете, о чем думают итальянцы в конце недели? Да о том, куда бы съездить на уикенд. Закончилось жаркое лето и начался сезон путешествий. Итальянцы очень любят путешествовать на туристическом автобусе, где уже продуманы маршруты и заказаны экскурсии, на поезде, самолете и машине. В Орвието мы с мужем приехали на машине, и нам сразу повезло, что мы нашли бесплатную парковку. С парковкой в таких маленьких городках очень сложно. Есть парковки только для местных жителей, их большая часть. Платная, цена которой 17 евро за сутки. И бесплатные, их вообще очень мало. Путешествуя на туристическом автобусе, ни о чем думать не надо. За все уже заплачено. Турагентство сейчас предлагает очень интересную программу. Есть туры одного и двух дней. Назову вам несколько для примера. Например, Сиена. Цена путешествия из Рима на туристическом автобусе стоит всего 39 евро. В Помпей – 80 евро. В цену этого путешествия входит гид по археологической зоне Помпея и обед. Остров Капри – 115 евро. В цену этого путешествия входит билет на паром Неаполь-Капри и гид с баркой, который покажет и расскажет все об острове. И, по-моему, даже обед. Есть плюсы и минусы таких путешествий. Очень многие итальянцы путешествуют на туристическом автобусе. И я буду иногда ездить. Но лучше все-таки путешествовать своим ходом и быть хозяином своего времени. Путешествия одного дня в Орвието мне показалось мало. Я приезжала сюда неделю назад на электричке. На эти выходные мы решили приехать сюда уже с ночевкой, чтобы посмотреть то, что я не успела посмотреть, окунуться в атмосферу вечернего города и поужинать в одном из ресторанчиков. В прошлом видео я говорила, если бы не было кафедрального собора в Орвието, все равно в этом городке есть много чего интересного посмотреть. И в прошлом видео я показала вам много достопримечательностей городка. Сейчас я перефразирую. Если бы на этой туфовой скале возвышалась только единственная постройка – кафедральный собор, сюда стоило бы приехать. Первым делом я хочу зайти в кафедральный собор и показать вам часовню Сан-Брицио, которую украшают фреско Фра Анжелико и шедевр Луки Синьорелли «Страшный суд». В этом здании XIV века находится музей. Там же можно купить билет в кафедральный собор. Цена билета – 5 евро. Кассы открываются в 9 или в 9.30. Но без билета в собор вас никто не пустит, даже если двери собора будут открыты. В боковую дверь можно зайти только на мессу. Купив билет, я зашла в одну из центральных дверей кафедрального собора. Там было написано, что снимать запрещено, впрочем, как во многих церквях. Но с первых же шагов я заметила, что люди фотографируют. И я начала снимать. Замечания мне никто не делал и находилась в капелле, чередуя съемки и внимательный осмотр фресок, столько, сколько я хотела. Я все хорошо и подробно рассмотрела. И тут невольно мне пришло сравнение посещения Сикстинской капеллы, где невозможно спокойно рассмотреть ни «Страшный суд», ни свод капеллы, над которой работал Микеланджело. Там постоянно подгоняют, и толпа не дает сконцентрироваться ни на секунду. Здесь же все совершенно по-другому. И фрески ничем не хуже, чем в Сикстинской капелле, поверьте. Давайте немного рассмотрим фрески. Проповедь Антихриста. Предполагают, что Антихрист на фреске Савонарола, доминиканский монах-реформатор. Мы видим Антихриста, который распространяет свою ложь. Он чем-то похож на Христа, а сатана шепчет ему на ухо, что нужно говорить. Люди вокруг него уже обмануты его проповедью. На заднем плане изображено творящееся беззаконие. Слева показано завершение времени лжепророка, и люди поражены гневом Божьим. Человек, который смотрит на нас с фрески, это сам Синьор Элли, автор работы. А другой монах, который стоит рядом с ним, Фра Анжелико, он тоже работал в этой капелле. В этой же сцене мы видим молодую женщину, которая продает себя торговцу. Запомните это лицо. К этой женщине мы еще вернемся. Среди слушателей Антихриста художник поместил разных знаменитых персонажей. Легко можно найти Данты благодаря шапке. Юноша на переднем плане в красной шапке чем-то похож на Рафаэля. Здесь можно рассмотреть многих знаменитых людей того времени. Боккачо, Петрарку. Лука Синьор Элли – итальянский художник эпохи раннего возрождения Умбрийской школы. Его произведения находятся в государственных и частных коллекциях Берлина и Рима, Лондона и Парижа, Перуджи, Флоренции и Орвието. В 2019 году в Палаццо Кафарелли при Капиталистских музеях проходила выставка «Забытый и вновь воскрешенный Лука Синьор Элли». Я стараюсь в первые же дни ходить на такие замечательные и грандиозные выставки. Но дело в том, что на выставках, которые проходят в Палаццо Кафарелли, почему-то всегда запрещено снимать и фотографировать. Выставка была просто замечательная. Было представлено много его работ. Конечно, не забыли и про Кафедральный собор Орвието, где на стенах выставочного зала были развешаны копии его фресок. Даже рассматривая копии, я уже понимала, что меня ждет, когда я увижу его работы в соборе Орвието. И вот сейчас в соборе я рассматриваю эти замечательные фрески. Великолепное освещение и удобное расположение фресок на стене позволяет в деталях рассмотреть работу мастера. Многие, кто приезжают в Италию, стремятся попасть в музей Ватикана, а там и в Сикстинскую капеллу, чтобы рассмотреть крупнейшее живописное произведение Микеланджело «Страшный суд». Но не все знают, что первым «Страшный суд» был написан именно Синьор Элли, а Микеланджело вдохновился его работой и создал свой «Страшный суд». На стенах капеллы Сан Брицио написано семь больших сцен – проповедь Антихриста, гибель мира, воскрешение плоти, проклятые или осужденные грешники, избранные, рай, ад. На другой фреске, проклятые или осужденные грешники, отправляющиеся в ад, мы вновь видим самого художника. Теперь он изобразил себя в виде демона, который держит молодую женщину, а она пытается вырваться у него из объятий. И эту же молодую женщину мы видим в образе грешницы, которую уносит крылатый демон. И она же продавала себя торговцу. Исследователи предполагают, что в личной жизни художника было не все так гладко. Он был влюблен в женщину, которая изменяла художнику. Поэтому он изобразил ее как блудницу, торгующую своим телом, и как грешницу. Мы видим сотни борющихся тел. Персонажи, кажется, все в движении, как на сцене. Целый мир движений и разного рода чувств переданы здесь. Страсть, надежда, отчаяние, зависть, бессильный гнев, ужасы, крики и боль. Совершенно хаотичное нагромождение фигур. А в центре фрески – образ блудницы, который уносит крылатый рогатый демон. Воскрешение во плоти. Скелеты вылезают из земли, обрастают плотью и обретают форму. Мужчины и женщины с благодарностью смотрят наверх на Бога. Синьор Элли всегда уделял большое внимание человеческому телу. Часто поговаривали, что изучал он анатомию человеческого тела на похоронах. И этим они похожи с Микеланджело. Ведь оба они уделяли большое внимание человеческому телу. Синьор Элли и Микеланджело. Избранные в раю. На этой фреске движение людей медленное и плавное, как будто под музыку ангелов. В нижней части стен капеллы Синьор Элли изобразил портреты философов и поэтов античности. Здесь есть Гораций, Вергилий, Авидий, Данте. Рядом множество исторических и мифологических сюжетов. Можно часами изучать фрески Луки Синьор Элли и барельефы фасада кафедрального собора, которые изображают библейскую историю человечества. В Арвието стоит приехать даже ради одного кафедрального собора. Внизу стены изображена пьета. Фигура молодого Христа, по словам Вазари, является изображением сына Синьор Элли, который умер от чумы. Эта фреска была последней работой Синьор Элли в часовне. Вот так выглядит капелла. Здесь можно задержаться даже больше, чем на час. В кафедральном соборе есть и замечательная мраморная пьета, которую тоже стоит рассмотреть. И еще один интересный факт из жизни художника. В 1508 году папа Юлий II пригласил нескольких художников в Рим. Это были Синьор Элли, Перуджино, Пенту Рикью для росписи комнат Ватиканского дворца. Художники приступили к работе. Но потом папа поменял свое решение и отдал всю работу Рафаэлю. Фрески были сбиты, а художники отправлены домой. Сейчас, посещая музей Ватикана, мы любуемся работами Рафаэля. Невозможно отойти от кафедрального собора, не сделав еще несколько кадров. На четырех пилястрах представлена судьба человека, начало и конец его жизни, а также таинство искупления. И еще раз поближе покажу вам сцены из Страшного суда на фасаде собора. Как вы уже поняли, внутри собора есть фреска «Страшный суд» и на фасаде – тончайшая работа. Ну а теперь, дорогие мои друзья, приглашаю вас прогуляться по улице Мурвието. В прошлом видео я показывала вам колодец Кава. Мы поднимались на Торы-дель-Мору, с этой башни открывается вид на 360 градусов. Спускались в колодец Святого Патрика, глубина которого 61 метр. Все это можно посмотреть в видео с первой поездки в Урвието. Ссылку на видео смотрите под описанием или в прикрепленном комментарии. Если вы не видели это видео, то советую его посмотреть, чтобы у вас было полное представление об этом городке. А сейчас мы просто прогуляемся. Днем город кажется спокойным и немного пустым, а вот вечером совершенно другое дело. Те места, которые днем были пустые, теперь кажутся переполнены людьми. И когда в маленьких городках зажигают вечернее освещение, атмосфера в них становится сказочной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этой улице находится мастерская Микеланджели. Днем эта улица была совершенно пустая, а вечером мне показалось, что здесь собирается вся молодежь города. Субтитры создавал DimaTorzok Великолепная башня Торре-дель-Моро. С нее мы любовались видами на город. Мы немного прогулялись по вечернему городу и сейчас направляемся на ужин в ресторанчик. Он находится прямо в гроте. Здесь мне понравилось все, начиная с незамысловатого интерьера. Закуска сегодня полностью из дикого кабанчика. Мы заказали вкусное красное вино, но пасту в Умбрии я всегда предпочитаю с трюфелем. Мясо, приготовленное на гриле, свинина, дикий кабанчик и баранина. В ресторан мы пришли почти первые, но столики на улице уже были заняты. И нам предложили зайти в зал, о чем я ничуть не пожалела. Потом и залы постепенно заполнились. Так что итальянцы любят хорошо провести время, вкусно покушать и пообщаться. Вечернее освещение и плюс ко всему везде свечи горят. Дорогие друзья, если вам потребуется человек для сопровождения из Рима в Урвието, я с удовольствием покажу вам этот город. Я познакомлю вас не только с главными достопримечательностями, но и прогуляемся по району Кава и попробуем вкусные блюда Умбрии. У меня будет еще одно видео с этого городка – утренняя прогулка по району Кава. А на этом я буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья! Всего вам хорошего и спасибо за лайки, и что делитесь видео с друзьями. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!